Налоговая налоговая система Важно отметить, что при доходах ниже 2 млн рублей в год ставка НДФЛ останется прежней – 13%. Еще Кабинет министров предлагает поднять ставку налога на прибыль компании с 20 до 25%. Министерство финансов объясняет такой шаг хорошими финансовыми результатами, показанными российским бизнесом в прошлом году. Рост налога позволит отказаться от оборотных сборов курсовых экспертных пошлин, которые ввели в 2023 году. Особенно заметно данный законопроект затронет юридических лиц. Их коснутся изменения с учетом налога на прибыль. Для тех компаний, которые работают в приоритетных отраслях, будет предусмотрена высокая сумма потенциальных налоговых вычетов. Много изменений коснется небольших компаний, которые сейчас налоги платят по упрощенной системе налогообложения. Там изменятся и ограничения в отношении тех компаний, которые могут перейти на упрощенный режим налогообложения. Упрощенная система налогообложения таких компаний станет больше. Под этот режим подойдет большее количество компаний. Но при этом компании, которые имеют относительно большой объем годовой выручки, даже при упрощенной системе налогообложения, вынуждены будут платить НДС, которые раньше не платили те, кто находился на упрощенной системе. Изменения сделают налоговую систему более справедливой и сбалансированной, а новые ставки по налогу для физических лиц затронут при этом только 3% работающего населения, как указал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Это отвечает запросам общества на повышение справедливости распределения налоговой нагрузки в зависимости от уровня дохода граждан.